В парке Сфинкса и Армавира прошел чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию. С 42-х городских соревнованиях на приз Деда Мороза приняли участие более 300 спортсменов. Торжественное открытие турнира прошло в виде театральной постановки. На площадке перед елкой поссорились символ 2024 года – дракон и змей Горыныч. Сегодня мы с вами открываем очередные соревнования на приз Деда Мороза. Но они проходят у нас в новом месте. Поэтому я думаю, трассы для вас будут интересны, они будут новые. Поэтому сегодня разрешите вас поздравить от администрации города, от главы города, от всей спортивной общественности с этим замечательным событием. Пожелать вам сегодня получить максимум удовольствия провести соревнования по возможности без права. Ну и пускай побеждает сильнейший. С праздником вас! В этом году Армавирский центр детского и юношеского туризма стал лучшим в крае. Также лучшим инструктором Кубани признана преподаватель центра Юлия Тарандушкина. Дипломы победителей получили и участники похода первой категории сложностей на дистанцию выше 100 километров. Мы в этом году стали лучшей туристской организацией Краснодарского края, обогнав Сочи и Краснодар. В прошлом году мы были вторые за Сочи, в этом году мы стали первые. Я считаю, что это заслуженный итог, потому что у нас много соревнований проводится, мы много ходим в походы, довольно активно все ведем, поэтому я считаю, что награда заслуженная. В Армавир приехали спортсмены из Адыгеи, Ставропольского края, Курганинского, Лобинского, Кавказского районов. Все они с удовольствием преодолевали дистанции. Для каждой группы возрастной есть свои маршруты, дистанции, у нас называется дистанция. Маршрут это в походах, а в партнерном ориентире это дистанция. Для мальчики 10 лет, девочки 10 лет, мальчики 12 лет, девочки 12 лет и так далее. Маршруты, дистанции различаются тем, что они разное количество пунктов. Чем старше дети, тем больше количество КП, контрольных пунктов, им нужно будет взять сегодня. Во время турнира в парке «Сфинкс» царила новогодняя атмосфера. Участники соревнований были в новогодних костюмах и с радостью делились своим праздничным настроением с прохожими. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».